Всем привет! Меня зовут Татьяна и это канал о вышивке. В этом видео я буду с вами делиться своим процессом организации для моего долгожданного хаеда. Я уже много о нем говорила, все уши прожужжала вам, но сегодня я буду рассказывать как у меня проходит процесс организации. Мне нужно закупить ниточки. Я уже получила канву, я вам покажу. Если вы знаете, я уже купила себе станочек, настольный тиски, на котором я буду вышивать хаед. Поэтому это будет такое вот одно видео, где все обо всем расскажу. Итак, подготовка к моему хаеду начинается. Прежде чем идти в свой май чарт в моей кросс-стич саге, хотелось вам показать вот такие вот схемы, которые сейчас мне предоставляют кросс-стич сага. Мне очень нравятся эти сюжеты. Я знаю, что некоторые на ютюбе их вышивают, но они просто очень-очень классные. Вот здесь даже такая тематика хэллоуина есть. Посмотрите, какие. Очень такие интересные сюжеты, но больше всего меня почему-то зацепили вот эти вот схемы из бэк-стича. Вот допустим сейчас, мне кажется, я не туда нажала. Да, вот такой вот олень. Но я другую схему хотела показать. Вот здесь есть такой скорпион, змея, жук, мотылек и паук. Мне очень нравится вот этот вот жук и мотылек. Допустим, даже если посмотреть на этого жука. Посмотрите, какой он классный. То есть здесь видно, что все это вышивается на равномерке. Это бэк-стич, французские узелки. Ну очень оригинальная такая схема. Мне очень-очень нравится этот сюжет. Так, ну это я так отстранилась, конечно, от своего занятия. Я иду к своему the spellkeeper. То есть это хайет. Вот он 525 на 612 клеточек. Я его открываю. Да, вот он у меня открылся. Сейчас я собралась подсчитывать свои ниточки. Вот сейчас мы пойдем сюда и посмотрим. Здесь у меня если вы видите, я зашла вот сюда вот в этот значок калькулятора. В значке графика у меня написано, что я там когда-то отшила 4 и потом эти 4 зачеркнула. То есть сейчас у меня вышло 0%, но это естественно, я еще вышивать не начала. Я зашла опять в этот значок калькулятора. Здесь я могу выбрать каунт аиды. Я выбрал, то есть я буду вышивать по 16 каунту и в соответствии с каунтом мне эта программка подсчитывает количество прям ниточек. И с кейн это идет прям весь моточек. То есть я изначально подумала, что это пасмочка. Нет, это прям идет весь моточек. То есть из всего моточка, вот допустим цвета 156 требуется всего одна десятая часть для 16 аида. Я для себя так подумала, потому что я все-таки буду вышивать не крестом, а полукрестом и буду вышивать именно в 4 сложения нити. Теоретически крестом можно было бы вышивать в 2 сложения нити. Можно так подумать, что это все-таки будет один к одному, потому что полукрест в 4 нити, либо крест в 2 нити. Но я для себя так поняла, я все-таки попробую перестраховаться. И вот допустим, я сейчас ниточки буду себе заказывать в соответствии. Давайте посмотрим с 14 каунтом. Вот у меня 0,1 превратился в 0,2. А вот это 1,5 у меня превратилось в 1,7. А что у меня будет с 11 каунтом? То есть 1,5 у меня в 2,1 превратилось, а 0,1 превратилось в 0,2. Так, ну я все-таки себе ниточки буду заказывать вот так. Я здесь выставлю на аиду 11 каунта и наверное вот буду заказывать. Все-таки мне хочется ниточки иметь с запасом, чем потом мне не хватит. Я конечно могу всегда до заказать и у меня еще есть запасы дополнительные, но пусть лучше будет, чем не хватит. Поэтому все-таки я, хотя буду вышивать на 16 каунте, количество ниточек я себе сейчас буду заказывать для 11 каунта. И вот у меня прям посмотрите в этом моем хаеде, мне cross-titch saga говорит, сейчас я прям ухожу в самый низ, у меня 88 цветов. Здесь есть такая вариация, а потом еще мне здесь нравится, для 16 каунта мне cross-titch saga сказала, что area самого дизайна размером 83 на 97, то есть для меня это было приблизительно 85 на 100 сантиметров. Именно так я и заказывала себе отрез канвы, то есть я хотела хотя бы чтобы у меня было 95 на 120, даже нет, 105 на 120, но в итоге прям такого каунта не было 105 на 120 и я заказала себе каунт 150 на 120. Вот такой вот каунт себе заказала. Так, ну, значит опять идем в 11 каунт, здесь опять у меня идет весь этот пересчет, здесь есть такая опция выслать email, я сейчас это и буду делать. Все мы выслали и сейчас я зайду в свой email и буду там заниматься округлением, потому что в принципе тот документ, который я получу, я его просто скопирую и отправлю во время заказа, но вот здесь вот эти ниточки мне еще предстоит округлить, потому что все-таки заказывать надо либо пять моточков, либо четыре моточка, либо шесть моточков, поэтому я сейчас вот с этими цифрами еще поработаю. Посмотрите, в таком виде и от программы Cross Stitch Saga я получила информацию, то есть это в виде вот такого письма, здесь идет название схемы, то есть это мой хайед, название этого хайеда, то есть этот проект моя сова, размер 525 на 612 крестиков, потом размер конвы, но в принципе вся эта информация, которую мы только что с вами видели в самой программке и этот расчет всех ниточек для 11 каунта, но помимо всего этого мне сейчас надо будет это количество ниточек округлить до целых пасмочек, вернее до целых моточков и здесь посмотрите даже идут цвета. Так, округляю я для того, чтобы потом просто скопировать и выслать эту информацию продавцу, чтобы он составил мне заказ и выслал мне нужное количество ниточек. Так, но если у меня 0,2 моточка, я буду ставить цифру 1, если у меня 2.1, я буду ставить цифру 3, то есть мне нужно 3 моточка, здесь тоже мне нужен 1 моточек, здесь у меня вроде бы мне нужен 1 моточек, но в этом случае я скорее всего перестрахую и закажу 2, то есть я округляю так, если у меня по схеме мне требуется больше чем 0,5, я буду округлять до целого и прибавлять еще 1. Здесь, соответственно, вместо 5 я закажу 6, здесь вместо 1 я закажу 2, здесь я закажу 1 мне хватит, здесь я закажу 3 мне хватит, здесь я закажу 16, но все-таки, так как это самое большое количество ниточек, и если я там буду как-то неэкономно вышивать, я все-таки вместо 16 закажу 17, здесь вместо 1 я закажу 2, здесь однозначно я закажу 2, здесь я закажу 6, то есть я округляю до верхней целой цифры и добавляю 1 про запас. Здесь опять 2, здесь опять 2, здесь мне кажется мне 1 хватит, здесь вместо 4 я 5 закажу, 1 хватит, здесь 2 закажу, здесь закажу себе 3. Так, ну, я все это дело закончу и распечатаю. Ну, естественно, сохраню это в виде документа, чтобы потом просто продавцу выслать. Вот у меня сохранен тот магазин, где я до этого уже покупала эти синтетические ниточки, этот магазин мне нравится, так что я там и буду заказывать, не буду больше ничего искать или экспериментировать, пробовать какие-то новые магазины на Алиэкспресс. Так, сегодня, если вы видите день распродажи, но именно для этих ниточек я не вижу никакой разницы с той ценой, по которой я уже до этого заказывала эти ниточки. Поэтому распродажа на эти ниточки однозначно не распространяется. Был один раз, самый первый раз, когда я эти ниточки купила по 17 долларов, это было вот, то есть я решила попробовать и 100 моточков для какого-то своего одного процесса я купила. А потом я обнаружила, что почти, я не знаю, каждый день в году там идет распродажа на эти ниточки и все остальные разы я уже покупала их по 11,5 долларов. Если покупать их с телефона, то они вот сегодня обойдутся 11 долларов 33 цента, то есть буквально там на какие-то 20 центов будет скидка. Телефон очень часто дает дополнительные скидки, но это буквально меньше доллара, там 10 центов, 20 центов. Так, ну, для наглядности буду заказывать их с компьютера и мне, в принципе, так даже удобней. Вот я захожу сюда. Здесь нажимаю купить. Вот если вы видите в правом верхнем углу название магазина. Decorative Art. Вот так вот оно должно писаться, если кто-то будет искать. Так, нажимаю купить. Вот эта страница заказа. Здесь указано, что 100 моточков стоит 11 долларов и ко мне доставка будет 0 долларов. Доставка будет от 19 до 39 дней. Всего мне надо заказать по моему списку 332 моточка. Чтобы округлить, это, соответственно, я буду заказывать 4 лота. То есть это 4 раза по 100 моточков. Мы сейчас добавим это. Вот у меня цена изменилась до 46 долларов, потому что я заказала 400 моточков. Здесь мне можно оставить сообщение продавцу, какие именно моточки я хочу сейчас заказать. Я поработала со своим списком и список написала в своем списке все через запятую. И сейчас я просто это дело ставлю. То есть вот так вот выглядит мой список. Через запятую все ниточки, которые мне нужны. Начиная от цвета 156 и к цвету 3964 и B5200. Так, ну все. Я, в принципе, готова заказывать. Сейчас я просто перепроверю адрес доставки, перепроверю метод оплаты. Ну и все. Заказ сделан. Теперь будем ждать. Вот так на данный момент выглядит мой хаед. Если вы видите, сейчас пока это еще бумажка с ниточками. И полученная канва, которая еще упакована. Давайте я вам эту канву покажу. Она мне пришла, естественно, в упаковочной черной бумаге. Несколько раз они ее обернули этой черной клеенкой упаковочной. Была еще обвернута скотчем. Это обычный стандартный вариант того, как упаковывают посылки, когда я заказываю что-то с Алиэкспресс. А внутри был вот такой целлофановый пакетик и вот так вот сложенная канва. Очень шуршащий пакетик. Я сейчас разверну и вам покажу размер канвы. Разворачиваю канву. Мне, наверное, придется подальше отъехать, чтобы размер этой канвы показать. Вот посмотрите, вот я, а вот канва. Вот оно. Это будет одеяло. То есть я сейчас вышиваю одеяло, оказывается. Выглядит все очень так серьезно. Я вместе с вами сейчас измерю. То есть вот в самую длинную часть должно быть полтора метра. Вот у меня как раз это полтора метра. Извиняюсь. Ровно полтора метра. И в длину мне надо, чтобы больше было, чем 105. Но там таких вариантов 105, естественно, не были. А, хотя были. То есть и в длину у меня... Нет, в длину у меня 100. 100 сантиметров. Моя работа на 16-м каунте должна... То есть вот это ровно метр на полтора сантиметра. Вернее, метр на полтора метра. Моя работа будет 85 на 97. Поэтому я хотела заказать хотя бы на 20 сантиметров больше, чтобы 10 сантиметров было с каждой стороны. Планировала 105 заказать, но там 105 не было. Я заказала 100 сантиметров, то есть метр. То есть получается, у меня будет добавлено по 7,5 сантиметров. Это вот в ширину картины. И мне надо, чтобы было 120 в длину. А у меня получается 150. То есть 30 сантиметров будут лишние. 30 сантиметров. Сейчас замерю, сколько это 30 сантиметров. Вот столько будут лишние. Но, скорее всего, 30 сантиметров жалко мне оставлять. Кисы и сухарики на заднем фоне. 30 сантиметров я, наверное, обрежу и оставлю себе на какие-то другие процессы. Давайте я вам покажу качество канвы поближе. 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 Канва, если честно, она жесткая, но она более тонкая, чем канва от Джойс Санды. Такая канва мне напоминает, наверное, канву, которую я здесь покупаю в магазинах маленького размера. Я не знаю, что это за качество канвы, но на этой канве я уже делала пробник, я вышивала. Мне понравилось вышивать. Я буду вышивать полукрестом в 4 сложения нитей, китайскими синтетическими нитями. Я уже показывала отдельный эксперимент, почему я выбрала 4 сложения нитей, и почему я выбрала именно китайские нити по сравнению с хлопковыми нитями. Потому что полукрестики, именно полукрестики, были более такими пухлыми и совершенно не было просветов. Так что канва у меня готова. Я ссылочки на эту покупку этой канвы вам оставлю. Еще раз повторюсь, канва тоньше, чем в наборах СХС. То есть, соответственно, даже вот смотрите, я ее сгибаю, она сейчас как бы жесткая. Но канва вот такая вот, то есть она хлопковая. Но видите, канва Джойс Санды, там как бы вот так вот согнешь, и все-таки канва намного более дубовая. Но зато, опять же, из-за того, что я уже пробовала вышивать на своем станке и вышивала именно на жесткой канве наборы Джойс Санды, мне не понравилось вышивать на станке на очень-очень жесткой канве. Поэтому я даже очень рада, что канва более тонкая, потому что вышивать тогда на раме или на кьюснапах и на станке мне будет намного приятней. Посмотрите, мне наконец-то пришли мои ниточки. Заказывала я 11.11. То есть, сегодня у нас 28-е видео, когда вы это увидите, скорее всего, уже будет, может быть, неделя после 28-го ноября. Но за 17 дней мне пришел мой заказ. Меня это очень радует. Я знала, что, конечно, придет до 1-го января. Я хочу начинать в новогоднюю ночь этот большой проект. Ну вот у меня даже больше месяца на подготовку и на то, чтобы раскладывать ниточки. Вот у меня есть такой большой пакет. Посмотрите, как он прям утрамбован. Достаточно у меня темные цвета в моем процессе будут. Ну, я все это прекрасно знаю, понимаю. Вот здесь вот есть такие большие, как бы большое количество ниточек. Я все буду разбирать. Вот они мне выслали, видимо, мой список, который я им прислала. Сейчас все разберу, буду смотреть, все ли мне вложили. Ну и так как я заказала 500 ниточек, вернее, 400 ниточек, для моего процесса, мне кажется, надо было 332 моточка. Ну и вот я их попросила, что, другого количества ниточек, чтобы они мне доложили другие цвета. Вот я почему-то так думаю, что все-таки вот этот отдельный пакетик, это те цвета, которые они мне доложили. Еще вот так вот несколько таких моточков просто лежали. Ну все, приступаю к тому, чтобы раскладывать все мои ниточки. И покажу вам процесс организации. Вот так вот происходит мой процесс раскладывания ниточек. Я вам сейчас буду все подробно рассказывать, показывать. Но это вот такой вот беспорядок. Здесь у меня уже готов мой шкафчик для этого процесса. Там лежит канва. Еще кое-что там лежит, я вам расскажу, покажу. Здесь смотрю вышивальный YouTube. Здесь я делала себе вот такие вот органайзеры для моего процесса. Я для таких органайзеров взяла обычные китайские органайзеры, которые я вам уже показывала. То есть с этой стороны они были подписаны. То есть это такой глянцевый материал. И там что-то на китайском было написано, и на английском cross-stitch. И от 1 до 32. Вот посмотрите, вот здесь вот что-то подписано. Но мне не хотелось этого ничего видеть. И хотелось, чтобы эти органайзеры были более-менее такие прочные. Именно поэтому я их склеиваю вот так вот в два раза. Для этого использую вот такой вот клей. Клей ПВА. Еще у меня есть вот такой вот прозрачный клей, но он больше такой бумажный клей. Я его попробовала, мне не понравилось. Все-таки пользуюсь клеем ПВА. И вот у меня еще мне два таких органайзера надо приготовить. Итого вот у меня получается... Как бы один органайзер, он на 16 таких отверстий. И вот сейчас у меня три уже готовы. Я, если вы видите, уже два таких органайзера заполнила. Заполнила от 1 до 16. Потом от 17 до 32. И вот здесь вот сейчас заполняю от 33 до 48. И еще два там приготовила. Может быть, еще мне надо будет сделать. В общем, итого у меня должно быть 88 цветов. Мне надо. В общем, у меня такое еще состояние перед сном. Но я продолжаю раскладывать эти ниточки. И я вам уже показала, что два органайзера у меня уже организовалось. Вот с этой стороны они у меня подписаны. Вот так вот они аккуратненько висят. Я эти органайзеры... Вернее, я эти ниточки-пасмочки... Я их разрезаю. Вешаю. И вешаю только одну пасмочку. Сюда вешаю. Потому что некоторые ниточки... У меня даже есть такие ниточки, которые надо... 16-17 ниточек. Вот, допустим, цвет 310. Черный цвет. Там у меня 17 ниточек. И вот у меня здесь этот 310 цвет лежит. И вот сейчас я разобрала, наверное, половину своих ниточек. Даже чуть меньше. И у меня вот уже вот такое количество ниточек остается в запасах. То есть по одному моточку я вот сюда уже повесила. Все остальные моточки... Иногда даже по два моточка сюда вешаю. А все остальные моточки я ложу сюда. У меня такая идея, почему я так делаю. Почему я сразу все это не разрезаю, не организовываю. Потому что все-таки ниточки у меня будут вот так вот висеть. Я по две ниточки буду доставать отсюда. Так как я вышивать буду в четыре нитки. Буду доставать по две нити. И складывать в два раза. И вышивать. Соответственно, у меня все это здесь. Вот представьте, 88 цветов. Хотя мне это так нравится. Так нравится. Это просто... Мне иногда, знаете, хочется вот так вот это повесить. Я не знаю. Но у меня как бы моточки, бобинки. Это все хорошо. Но когда это вот так вот висит, все новенькое, такое красивое. У меня сразу такое вот реальное ощущение. Мне хочется какой-то такой... Я не знаю. Парик, может быть, себе из ниточек придумать. Но это только начало. Я, наверное, то же самое проделаю, когда уже все ниточки сюда повешаю на все свои органайзеры. Ну не знаю. Мне вот нравится, как это все висит. Как это все разложено. И вот сейчас, если вы видите, самые такие приятные цвета. То есть это такие и оранжевые цвета, и такие светло-бежевые, и голубые, и сиреневые. То есть вот это, наверное, одна из самых таких красивых палитр. Дальше пойдут разные оттенки коричневых. Ну вот хотя я и смотрю, у меня достаточно такая вот коричнево-серая палитра преобладает. Но цвета такие красивые. Вот даже вот смотрите, вот этот 38-60 цвет. Посмотрите, какой он классный. То есть его даже сложно описать. Это и не коричневый цвет, это такой какой-то коричнево-фиолетовый. Очень интересный цвет. Ну вот любой цвет, даже пусть он будет коричневый, серый, он красивый цвет. Я не знаю. Именно поэтому мне, наверное, вышивка и нравится. Какой бы цвет белый, серый не был, все равно что-то в этих цветах всегда есть. А вот посмотрите, цвета у меня очень много, 38-64. Тоже вроде бы ничего особенного, ничего в этом цвете нет. А вот начинаешь выглядываться в него, столько там какой-то такой глубины, И тоже какой-то такой более-менее цвет такой, знаете, наверное, кофе с молоком или чай с молоком. Обожаю. Чай с молоком. Я, кстати, сейчас пью чай с молоком. И занимаюсь вот таким вот приятным делом. Сегодня чуть-чуть повышевала свой сапожок и думаю, я, наверное, готова для того, чтобы начать эти ниточки раскладывать. Ну вот. И остатки я ложу сюда, как бы вот в такую. Но я так думаю, у меня, наверное, две таких коробочки уйдет для запаса этих ниточек. Ну и замечательно. Все-таки процесс будет большой, ниточек должно быть очень-очень много. Потом еще хотелось показать мне, продавец, выслал вот такой вот листочек. И я сейчас прям по этим листочкам проверяю, сколько они мне выслали, сколько я заказала. Пока я еще нигде ошибку не нашла. И вот, в принципе, я уже до середины дошла. И еще мне очень нравится, что у меня все мои ниточки для процесса были вот так вот упакованы в пакетик. И в пакетик все эти ниточки были сложены вот такими вот, смотрите, пучками. И каждый пучок, он прям идет по порядку, как я заказывала. И вот у меня вот так вот эти пучки сейчас лежат. И вот я прям по порядку беру один пучок и начинаю раскладывать. Это очень удобно. И прям по порядку я смотрю, какой пучок мне взять и иду как бы вот так вот вниз. Очень и для меня, в принципе, удобно. И мне кажется, они прям так по ходу, по моему списку вот так вот все упаковывали. Давайте я с вами начну разбирать. Я всегда, как бы, я, в принципе, свой этот органайзер заполняю прям по порядку. Сейчас у меня цвет 775. Это вот такой вот светло-светло-голубой цвет. Почти бело-голубой. Я обычно стараюсь так вот разобрать эту голубую ниточку. Вернее, разобрать эту пасмочку. Пытаюсь найти два кончика. Самое ужасное, когда у меня начинает это все запутываться. Это, конечно, допустим, сейчас я уже чувствую, что что-то пошло не так. И все может так хорошо запутаться. Ну, посмотрим. Постараюсь, чтобы не запуталась. И, в принципе, я за два конца вот так вот беру и начинаю в два раза эту ниточку свою складывать. После того, как я сложу это все в два раза, я буду складывать все это в четыре раза. Я знаю, что некоторые прям одинаковой длины отрезают ниточку. Прям вот как бы измеряют, чтобы она была там вот 90 сантиметров или 100 сантиметров. Я пыталась так делать еще в момент организации своих ниточек. И у меня всегда оставались какие-то такие вот хвостики там, я не знаю, 20 сантиметров ниточка. Но что мне с ней делать? Естественно, я ее не выкину, оставляю. А потом думаю, зачем? Я лучше буду вот так вот складывать. Вот посмотрите, я в такое количество нитей сложила. То есть теоретически здесь вот по длине, здесь, наверное, 90 сантиметров. То есть вот от кончиков пальцев и до конца моего плеча, до моего плеча, это где-то 90 сантиметров. И нормально. И у меня плюс-минус ниточки получаются 5 сантиметров. И сейчас я разрезаю. А здесь у меня в два раза сложены. Здесь все разрезано. И я готова навешивать это на свой органайзер. Так, теперь цвет 779. Это уже, кстати, 40 цвет. То есть в работе у меня будет 88 цветов всего. И я уже организовываю цвет 40. Вот сегодня я, наверное, уже 2, может быть, даже 3 часа потратила на организацию вот этих 40 цветов. Но, опять же, я здесь пока все раскладывала, занималась вот этими вот органайзерами, подписывала их. Вот смотрите, я в два раза уже ниточку сложила. Сейчас в 4. Когда ничего не путается, достаточно быстро получается в 4. Теперь в 8. В 8. То есть, в принципе, у меня получается 8 ниточек каждый раз. Я их разрезаю. И вот здесь вот серединка у меня остается. И я ее вот так вот навешиваю. Когда они путаются, у меня 30 секунд. И все, в принципе, готово. Так, в принципе, вот один из таких моточков, вернее, кучек я уже закончила. Сейчас буду искать свою следующую кучку, которую мне нужно взять. И, скорее всего, это будет вот это вот. Смотрю, здесь просто по тем цветам, которые идут следом. И я их вот сейчас тут вижу. На данном этапе я сначала беру и просто, как бы, смотрю, вот, допустим, разделяю по цветам. Вижу, что вот это одного цвета ниточки. Это тоже одного цвета. Вот это другой. А какой-то отдельный цвет, еще отдельный цвет. Вот эти два моточка похожи. Вот эти два. То есть сейчас просто сама для себя раскладываю именно по цветам. Пока еще даже не наблюдаю. Вот посмотрите, такого темно-темно-синего цвета. То есть это даже не черно-синяя, а вот такой насыщенный-насыщенный синий цвет. Здесь достаточно много цветов. Теперь я беру список и по списку начинаю перепроверять. Прям всю вот эту группу. Ищу цвет 792. У меня вот два моточка я заказала. И они мне выслали. Один моточек я оставляю тут, другой убираю. Дальше 793, два моточка. И вот у меня два моточка. Один оставляю, один убираю. Так вот этот. Оставлю, беру. 799, один моточек. Оставляю. 801. Так, мне надо поискать 801. Вот оно. 801. Один моточек нашла. 813 должно быть два моточка. Вот они. Один оставляю, один убираю. 823 должно быть 10 моточков. Вот это, скорее всего, вот этот цвет. Перепроверяю. Да, 10 моточков. Один оставляю, 9 убираю. Зачеркиваю. 826. Так что, вот так вот происходит у меня. Вот 826, один. Организация моих ниточек. В принципе, я сегодня буквально получила эти ниточки. И как бы думала... То есть, сразу я не хотела за это садиться. Но я вот чуть-чуть повышевала. И перед сном думаю, а попробую-ка... Попробую я начать все это организовывать. И как-то вот меня затянуло. Мне это занятие достаточно так нравится. Вот если вы видите, опять у меня все хорошо распуталось. Ниточки нигде не запутались. Это очень приятно. И в принципе, мне очень нравится, как раскладывается моя палитра. В Cross Stitch Saga у меня эти цвета раскладываются по номерам. То есть, от самого маленького номера это 156. И уходит до самого большого цвета это 3864. То есть, на данный момент это удобно. Потом я еще хотела вам рассказать. у меня спрашивали как-то. Потому что, если вы помните, я на свои органайзеры, когда я ниточки организовывала, я брала прям всю вот эту пасмочку и я ее вот в таком вот состоянии вешала сюда, вот в эту дырочку. У меня спрашивали, как же брать вышивать. Но в начале своей организации я как раз делала то же самое, что я вот сейчас делаю. Я раскручивала свой моточек на такую длину, разрезала эти ниточки и уже вешала в принципе вот так вот. Опять же, это занимает какое-то время, даже те же самые 30 секунд на каждый моточек, там или минута на каждый моточек. И на сам процесс организации мне не нужно это делать прямо сейчас, соответственно, и раскладывать все ниточки, их разрезать. Я поэтому повесила их в таком... Смотрите, вот сейчас уже запуталась. Я их поэтому повесила именно вот такими вот пасмочками. А по ходу того, как мне надо будет использовать эти ниточки, я буду брать эти моточки, распределять, раскручивать, разрезать и перевешивать. И брать уже такое количество пасм, которое мне нужно. То есть именно разрезать сами ниточки я уже решила по ходу необходимости. То есть сразу решила не тратить время. Мне просто надо было узнать о том, какое количество у меня запасов и разложить все эти запасы. И я отметила, если какое количество, допустим, одного цвета у меня иногда бывает, несколько моточков. Вот смотрите, у меня сейчас ниточка запуталась, соответственно, я буду большее количество времени тратить. Эти ниточки, они, мне кажется, намного чаще путаются, чем хлопковые нити, потому что они очень-очень мягкие. То есть очень редко, когда моточек держит свою форму, намного чаще моточки прям как бы так висят, висят бесформенные, соответственно, намного сложнее найти, как бы... Так, все. Вроде бы я распутала. Замечательно. То есть сложнее тогда найти, вот как моточек был скручен. Поэтому у меня все-таки еще приготовление ниточек хоть как-то продлится. вешаю на то место, куда у меня эта ниточка должна предназначаться. Давайте я вам покажу, как я организовала свой вот этот органайзер. Если вы видите, первый ряд цифр, это количество моих цифр, допустим, от 1 до 188. Когда я выслала себе e-mail, мне e-mail вышел вот таким вот документом. Я его распечатала. И у меня все здесь от 1 до 88. Как бы все цвета пронумерованы. Вот до 88. И каждый цвет имеет цвет DMC и количество моточков, которые надо было заказать. И смотрите, цвета DMC начинаются от самых маленьких и уходят к самым-самым большим. И то же самое я здесь и себе пронумеровала. Первая цифра это цвет самого номера согласно вот именно Cross Stitch саге. Потом вот красным я себе отметила именно количество моточков, моточков, которых я заказала. Потому что если я сюда навесила всего навесила один моточек, я буду знать, что дополнительно 4 моточка у меня будет вот здесь в запасах. Если вот здесь цифра 1 стоит, соответственно, я вот сюда один повесила, у меня один моточек всего и был заказан. Приготовлен для этого набора. Ну и последняя цифра вот я здесь зеленую подписала. это цвет самого номера. И вот здесь вот поверху я еще ставила такое место. Я здесь скорее всего буду рисовать значок. То есть пытаться рисовать значки, как они будут выглядеть по схеме в Cross Stitch саге. Но это я буду делать по ходу. Сейчас я этим не буду заниматься. Другая сторона у меня чистая. и как вы поняли это вот именно в два раза сложенная картонка. Опять же у меня вот так вот приготовлена моя схема. Здесь подписано то количество мотков для каждого цвета, которое я заказала. И здесь я в самом начале я занималась подсчетом какое количество мотков всего мне надо заказать. Итого 332 моточка я заказала. И здесь я делала подсчет сколько мне надо потратить если я буду покупать нитки схс и сколько мне надо потратить если я буду покупать нитки хлопковые Royals. В принципе с ниточками схс у меня получилось 45 долларов. но опять же я заказала чуть больше то есть не 45 а 30 долларов. так как я заказала не так больше чем 332 и заказала 400 у меня там почти получилось 40 долларов даже 45 а если бы я покупала вот эти 332 моточка по 35 центов на алиэкспресс можно эти хлопковые ниточки Royals купить по 35 центов я потратила 95 долларов но опять же это эти подсчеты я делала тогда когда я проводила эксперимент и вышивала все это крестиками как бы цена в два раза может быть в два с половиной раза больше это конечно существенно но опять же если учитывать сколько лет я буду вышивать это как бы одно но когда я попробовала вышивку именно полукрестиком как бы крестиком я вот вышивала ниточками Royals крестики смотрятся вообще восхитительно в две ниточки это очень красиво но вот полукрестиками я для себя лично поняла что мне в 4 ниточки на 16 конве намного больше нравится как смотрятся вот этих пухленькие воздушные полукрестики синтетических ниточек поэтому все остановилась на этих ниточках схс они очень мягкие приятные лично для меня замечательно так ну в принципе так мы и будем продолжать я буду раскладывать еще дополнительные вот эти вот нитки посмотрите их сколько у меня свои запасы буду складывать впрок и тоже скорее всего буду хранить вот прям в этом ящике но не буду их все распределять на вот эти органайзеры которые я приготовила буду навешивать только один моточек у меня еще такая идея была я тут немного позвеню я приготовила вот такие вот кольца вот это большое кольцо это кольцо как бы сюда можно навешивать бобинки но я решила как бы взять его для этих колец в принципе сюда можно было даже навесить прям вот такие вот моточки но я еще как бы нашла такие кольца их я подумала что допустим у меня есть цвет черный 310 и там 16 моточков сейчас его можно было бы навесить все эти моточки разрезать и навесить сюда может быть походу я это сделаю поэтому эти кольца я далеко убирать не буду пусть хранятся может быть потихоньку особенно тех цветов которых вот у меня 15 10 16 моточков надо я буду на эти кольца навешивать потому что они будут уходить у меня в больших количествах вышивку и вот каждый раз это как бы перематывать так что может быть сразу их размотаю но на данный момент пока так буду по одному моточку навешивать другие оставлю на хранение ну и покажу вам уже результат окончательный когда все развешу все разложу нашла середину разметила здесь в середине себе квадрат потом рядом с этим квадратом в середине я по схеме посмотрела и подумала с какого участка я хочу начать здесь вот участок середина у меня 306 на 260 крестиков участок с которого я буду начинать это вот он 260 это 260 крестик вот с этой стороны и здесь это 400 крестик потому что здесь начинается отшиваться такой магический шар и там очень много идет одним цветом зашивки я так подумала я вот именно буду и одним цветом зашивать и уходить сюда вверх и зашивать как бы уже сложный участок здесь будет лапы когтистые этого филина и потом здесь надо будет вышивать самого этого филина перышки я думаю я все таки начну зашивать с центра чтобы как бы свое свое желание к этому процессу не перебить еще самое главное что мне хотелось сделать это измерить достаточно ли у меня канвы потому что я говорила что я планировала 10 сантиметров оставлять как минимум с каждой стороны вот получается вот с этой стороны где у меня получилось оставить только 8 сантиметров я здесь все перепроверила вот просчитала сделала такие точки все это просчитала и у меня получилось что все хватает здесь еще остается 8 сантиметров ну а в длину у меня останется где-то по 15 сантиметров но я так думала что я вот отрежу все-таки 30 сантиметров лишних буду даже не по 15 а по 25 наверное но а так я подумала ну о чем с этими 20 30 сантиметрами делать как бы для каких-то маленьких процессов пусть лучше я оставлю эти дополнительные сантиметры для оформленной работы для оформления ее ну а начну вышивать как я уже сказала с самой самой интересной части чтобы сам этот процесс мне доставлял больше и больше удовольствия а фон уже буду зашивать позже закончился мой процесс организации ниточек разметила я канву в принципе вот прям сейчас я готова сесть и тут же начать делать свои первые крестики поэтому вот к своему процессу сейчас я могу однозначно сказать что я готова сейчас просто уберу на один месяц этот процесс в свой волшебный вышивальный шкафчик буду просто ожидать новогодней ночи чтобы сесть и начать вышивать посмотрите сколько ниточек у меня получилось вот здесь у меня поместились все 88 цветов вот такая бахрома но ниточки конечно классные мне очень нравится что они вот так висят все аккуратненько оставшиеся ниточки я поместила вот в такие прозрачные коробочки это коробочки из-под моих любимых конфет посмотрите у меня прям целых две коробочки занялось потом на всякий случай я оставила вот эти кольца оставила биндеры чтобы канву закреплять у меня есть еще вот такие вот для организации что-то подписывать я думала я это буду использовать если буду на такие кольца вешать какой-то цвет я его буду подписывать здесь и он вот так он сворачивается такой петелькой и как бы можно каждое из этих кольцов каждое кольцо будет подписать посмотрите какой шкафчик я приготовила для этого процесса потому что естественно вот со всем этим количеством ниточек в маленький маленькую полочку мне ничего не помещалось сейчас я на дно этой полочки положу свой список ниточек потом список которые они мне выслали все доложили потом положу для организации будущей если будет необходимо вот эти ярлычки положу естественно свои ниточки сейчас так уже хорошо заполняется положу кольца которые могут пригодиться но пока в принципе не нужны биндеры тоже после положу свою канву посмотрите она у меня уже в принципе готова садись и вышивай ну и самая главная своя самая самая главная красота этого процесса это ниточки просто красота посмотрите почти полностью заполнилась у меня это полка ну все полка отправляется на почти месяц чуть больше четырех недель обратно в шкаф мой рукодельный и все я готова к процессу вам большое спасибо за все ваши советы за то что вы меня поддерживали в момент объявления того что я хочу заняться наконец-таки хаедом вот так вот прошла моя организация это получилось длинное видео спасибо всем кто досмотрел до конца ну а я как всегда приглашаю всех в наш флешмоб я и Оксана Кабардино из Канады мы будем начинать новые процессы в новогоднюю ночь я знаю что кто-то из вас будет начинать 1 января это однозначно присоединяйтесь все в новогоднюю ночь или 1 января все равно классно прикольно и обязательно делитесь какой процесс вы будете начинать и сколько крестиков сколько цветов в этом процессе это все будет интересно читать и мне и Оксане все всем большое спасибо а мы увидимся в следующем видео пока солнечное утро кисенька всем говорит пока